Девушки отдыхают Красивый маникюр и доглянутые руки Вошли в моду, что в стародавнем Китае Довгие нафарбованные нефти Свечали про величность и мудрость люди Тодешние лаки выготовляли на основе Лакового дерева с добавлением Природных барвников, яичного желтка Желатину и воску Лак высыхал за ночь и надавал нефтям Рожевого, червого или черного Оттенку. А вот в стародавнем Египте Важалося, чем темнейший колор на нефтах Тем выше социальный статус Для фарбования нефтів Выкористовывали специальную пасту На основе янтарю и мастики С добавлением природных барвников Трешки позднее основу заменили на ляні Гориховый и конопляный масла Фараоны использовали червяные Барвники насеченного колору Нижчим социальным категориям Дозволялось использовать бляди И невыразные оттенки Минуло сотни роков и ничего не изменилось Женки все еще залежны Одни говорят, что лаком надо пользоваться Обязательно для ногтей Потому что он защищает ногтевую пластину От бытовой химии Ну скажем, порошка для стирки Или средства для мытья посуды Другие говорят, что как раз лак и портит Ногтевую пластину Она начинает слоиться Иногда ломаться Ну, в общем, я разобраться не могу Некоторые лаки действительно могут Способствовать укреплению ногтя Но если речь идет о лаке С не очень хорошим составом То он действительно может Не только повредить ногтю Но и в целом навредить здоровью Какие опасные вещества Могут скрываться в безобидном На вид флакончике с лаком для ногтей? А у меня здесь вот маленькая шпаргалочка Начнем с вот этой бутылочки? Да Первый элемент это формальдегид Именно этот компонент сушит ногти Может изменять их цвет То есть они желтеют от этого И делает ногти слабыми То есть они могут ломаться Они могут слоиться И вот от формальдегида Потом еще отдельно нужно ногти лечить Зная опасность формальдегида Почему же производители Все-таки используют его При изготовлении лака для ногтей? Он делает лак очень стойким Он делает лак эластичным Делает лак нетрескающимся А с помощью других безопасных ингредиентов Нельзя такого же эффекта достичь? Есть более безопасные ингредиенты Но об этом мы поговорим чуть-чуть позже Талуол это аналогичное вещество Оно тоже увеличивает эластичность И стойкость лака Но, к сожалению, имеет все те же Вредные побочные действия К тому же талуол в силу своей летучести Очень легко проникать через ногтевую пластину И может накапливаться под ногтевой пластиной И может вызывать иногда даже Фактически неприятные ощущения Бывает такое, когда нанесешь лак И просто чувствуешь его на своих ногтях Вот это работа талуола И он может проникать в кровь И он действительно может сказываться На здоровье всего организма Наверное, когда мы наносим лак для ногтей на ногти Или это делает мастер Мы дышим этими парами непосредственно, да? Да, да Обращала внимание на то, что запах лака для ногти Очень долго не выветривается Даже через несколько часов Можно ощутить, что в этом помещении Красили ногти И это, собственно, вот этот вот компонент И когда вы наносите покрытие у мастера Обращали внимание, что мастера Чаще всего находятся в респираторах Но даже эта мера предосторожности Не защищает их от одного из самых распространенных Профзаболеваний Очень сильных аллергий И осложнений вплоть до астмы Слушай, как оказывается правы мужчины Которые не любят, когда жена Дома устраивает маникюрный салон И красит ногти Они берегут свое здоровье И здоровье жены, кстати, тоже Но при этом от одной покраски ногтей Иногда бывает даже, что даже голова начинает болеть Угу, но ты не назвал еще один компонент Это дебутилсталат Он продлевает стойкость Вот те лаки, которые обещают нам Неделю держаться, две недели держаться Это, как правило, лаки с содержанием вот этого компонента И он очень сильно влияет на качество ногтя И точно так же он может вызывать тяжелые осложнения в работе организма Но не переживай, выход есть Иногда лаки маркируются Big three free То есть свободны от большой тройки От тройки вот этих компонентов Это уже новые технологии, да? Да, и как должен выглядеть хороший лак? Подай мне, пожалуйста Кстати, кто из вас читает состав лака для ногтей? К сожалению, практически никто Потому что обычно миленькими буковками Ох, да Но законодательство требует, чтобы всегда обязательно писали на украинском, либо русском языке Поэтому не ленитесь читать состав лака для ногтей Это один из самых токсичных компонентов вашей косметички Нитроцеллюлоза Это пленкообразователь, который придает лаку устойчивость, упругость и блеск И этот компонент должен быть один из первых в составе Следующий компонент у нас направлен непосредственно на уход На поддержание качества ногтя Это у нас и касторовое масло, которое, как мы знаем, просто чудодейственно Оно питает ноготь, оно делает его эластичным, делает его гибким И как раз лаки с содержанием касторового масла могут ухаживать за ногтем Как ты говорила, предохраняют его от воздействия вредной химии Делают более эластичным, более здоровым Это керамиды, это протеины Протеин делает ноготь гладким и блестящим Когда вы снимаете лак, после использования лака с содержанием протеина Вы буквально чувствуете, что ноготь стал более гладким Это вот этот компонент, который присутствует иногда и в шампунях А как долго будет такой лак держаться на ногтях? Держится он, как правило, не меньше, чем лак с содержанием вредных компонентов Если речь идет о качественном лаке, как выбрать качественный лак не только по составу? Мы чуть позже поговорим И последние два компонента Этилоцетат и бутилоцетат Это компоненты, которые отвечают за вязкость лака И это компоненты, которые безопасно испаряются Они не имеют того яркого выраженного запаха, как лак с содержанием формальдегида и талуола И при этом они не проникают под ноготь, то есть не накапливаются в организме А я так подозреваю, что не дешевое, это будет удовольствие Если дешевый лак стоит где-то 20-25 гривен, то этот может стоить от 30 и выше И также помним, что хорошо, если в лаке содержатся масла, витамины Все это благотворно влияет на качество ногтя Но если нет, я вам дам в конце пару советов, как укрепить и оздоровить ваши ногти Ты, конечно, заметил, что у меня за вот этими бутылочками с лаком Припрятан для тебя очень приятный сюрприз Угощайся, пожалуйста Спасибо Все начинается с Нес-кафе Как долго должен сохнуть лак на ногтях? Чем быстрее лак сохнет, тем больше вероятность того, что в нем содержатся формальдегид и другие вредные компоненты Нормальный лак должен сохнуть около 10 минут Лак, который высыхает моментально за 30 секунд, к сожалению, может содержать очень вредные компоненты Прочитала состав лака на флаконе и все? Можно брать? Нет, на самом деле есть еще ряд характеристик, которыми должен обладать лак И который легко проверить прямо в магазине Заходи в мою маленькую лавочку Глаза разбегаются Вот так вот мы, девушки, и совершаем ошибки В том числе и при выборе лака Глаза разбежались, ничего не вижу, беру первое попавшееся Надя, вот как ты считаешь, кроме безвредности, какими еще свойствами должен обладать лак? Лак должен быть красивым, стойким и удобным в нанесении Вот как выбрать красивый, стойкий, удобный в нанесении лак мы сейчас и выясним Итак, первое, на что нужно смотреть, это на упаковку Не просто на форму флакона, красивенький, некрасивенький А на непосредственное качество упаковки Если у нас упаковка повреждена, если этикетка отклеилась Либо полностью слеза, как здесь, вот потрогает Это ужас Если присутствует вот этот клей, значит, вероятнее всего были нарушены условия хранения лака То есть он может уже быть испорченным Упаковка должна быть герметичная, полностью целостная, гладенькая Без надколов, без каких-либо деформаций Следующий секрет, это кисточка Кисточка у нас на 90% обуславливает качество нанесения Тихонечко в магазине, так глядя, что на нас не смотрят консультанты Это не очень хорошая кисточка, из нее вылазят волоски Когда вы будете такой кисточкой наносить маникюр, один из волосков выпадет и испортит один ноготь Ты знаешь, что такое один ноготь испортило? Все снимать и по новой перекрывать И настроение испортило Да Так, вот у нас хорошая кисточка Она ровная, ворсинки собраны вместе Край немного закруглен Это обеспечивает удобство в нанесении как раз на краях ногтя Выбирайте кисточку средней жесткости Это самый оптимальный вариант То есть кисточка должна немножечко гнуться Я не понимаю, почему производители делают кисточки такой длины, что никогда не достанешь до дна флакончика И такое впечатление, что нужно где-то половину использовала лака и уже выбрасывать, по их мнению Если кисточку сделать упирающейся в дно флакончика, она будет деформироваться, к сожалению Следующий компонент – это блесточки Сейчас многие девушки любят лаки с так называемым голографическим эффектом, которые имеют такие многоцветные блестки И очень часто эти блестки оседают Видим, что и тот, и тот немножечко осел Блестки размещены у нас неравномерно И проводим тест И теперь видим результаты Прозрачный вот этот вот У нас распределились блестки На непрозрачном у нас как были комочки внутри, так комочки внутри и остались Лак этот непригоден Ногти у вас получатся все разные, а некоторые вообще с пропуском блесток Я застал еще, когда я учился в школе Популярны были очень крупные такие блестки И при этом лаки эти выглядели очень привлекательно Смотришь, а там звездочки, там луна плавает И девушки все жаловались, что вот пока эту звездочку выловишь этой кисточкой оттуда Не ведитесь на крупные объекты, которые плавают И кстати, вот этому взбалтыванию очень хорошо способствуют шарики Иногда внутри видишь, прям катаются шарики, если лак прозрачный Или слышишь Да, это тоже очень хорошо Это помогает поддерживать равномерную консистенцию лака В лаке не должно быть расслоений, не должно быть комочков Таких вот как бы трещин и пробелов А я могу в магазине проверить консистенцию лака? Да, берешь лак, просто открываешь и вертикально поднимаешь кисточку Хороший лак должен стечь и капнуть за 3-4 секунды Ну я дольше говорю, ничего не стекает, ничего не капает Густоватый? Густоватый, к сожалению, будет тяжело наноситься Будут разводы образовываться Да и высохнет быстро Да, и быстро высохнет И при этом одно из главных свойств лака – это самовыравнивание Когда лак довольно жидкий, когда он долго сохнет, он за счет поверхностного натяжения распределяется ровнее по ногтю Даже если присутствовал разводик, он растягивается Вот такой густой не сможет растянуться Вот это качественный лак, который у нас скапывает за 3-4 секунды Мы видели каплю Качественный лак имеет слабый запах ацетона, но не едкий и не резкий Поэтому, если вы в магазине открыли, принюхались И если вам в нос не бьет резкий запах, если запах переносимый То, соответственно, этот лак с большей долей вероятности более безопасен Мы уже столько узнали о лаке для ногтей сегодня, что хочется его нанести Хороший лак должен наноситься в три счета Посредине, сбоку и сбоку У меня есть тестовые ноготки И есть лак, который мы можем испытать От хорошего лака чего мы ожидаем? Не должно быть разводов, не должно быть комков И лак должен наноситься не более чем в два слоя Этот не очень качественный Мы видим, что при всей насыщенности цвета в бутылочке Он очень прозрачный Чуть-чуть подождем и попробуем нанести вторым слоем Может быть в два слоя получится более плотное покрытие А может быть ты мало лака просто нанес? Давай попробуем больше, давай попробуем еще один слой Разводы просто еще сильнее проявляются А, значит все-таки лак некачественный Поэтому мы сейчас попробуем с другим лаком И среди нашего изобилия, может быть, найдем такие идеальные Я нанес в два слоя вот этот более яркий, более насыщенный тон И как видишь, он более качественно лег, более ровное покрытие Если в два слоя у вас не получилось добиться ровного, красивого покрытия Значит лак, вероятнее всего, не очень качественный На пигменте сэкономили С более светлыми лаками, конечно же, сложнее Здесь потребуется два, иногда три слоя Для того, чтобы понять, насколько качественно ложится лак Вот эти яркие лаки, мне кажется, более вредные, чем лаки матовых тонов На самом деле зависимости между цветом лака и его канцерогенностью абсолютно никакой Потому что цветовой пигмент, как правило, не имеет токсичных компонентов Он не валентен, то есть он не вступает в реакцию с ногтевой пластиной Все лаки одной марки, вне зависимости от цвета, имеют одинаковый химический состав И поверь, краситель здесь самый безвредный компонент И относительно подбора цвета Если вы выбираете яркий, насыщенный цвет Понимайте, что это довольно сильный акцент на ваших руках И ногтики должны быть идеальной формы Если же вы не уверены в форме ногтя, выбирайте более мягкие Добавляйте перламутр, перламутр всегда визуально немного удлиняет ноготь Должен ли оттенок лака сочетаться с оттенком помады или одежды или аксессуаров? Правило о том, что помада должна совпадать с цветом лака, уже недействительное Его уже отменили Но в целом гармония в образе должна присутствовать Понимайте, что лучше выбирать более нейтральные, более сдержанные тона Либо французский маникюр для того, чтобы руки были более универсальными Потому что макияж вы делаете каждый день Одежду вы меняете каждый день А вот ногти с вами держатся от 3 до 5 дней Поэтому выбирайте более сдержанные, более элегантные, а значит и более универсальные решения Спасают ли от агрессивных лаков для ногтей основы под лак, которые можно нанести, а сверху уже лаком ноготь покрасить? Нет, основы это фактически все те же лаки, просто бесцветные И не забывайте о том, что ногтям нужно регулярно давать отдохнуть Если вы пользуетесь лаком нестойким, не специальным покрытием, которое держится 2 недели, 4 недели Разные производители разные обещают А обычным лаком, снимайте его на выходные и давайте ногтям отдохнуть Также, даже если ногти в лаке, рекомендуется перед сном периметр ногтя протирать каким-либо маслом Это может быть касторовое масло, это могут быть специальные масла Это может быть жидкий витамин Е, который можно купить в аптеке Эти вещества проникают через кожу, они питают кутикулу и они питают ногтевой валик Также рекомендую делать ванночки для ногтей, старый бабушкин рецепт Немного соли, немного йода, это укрепляет ноготь И при этом вымывает из него остатки вот этих вредных компонентов Потому что соль очень сильный сорбет, она вытягивает всю химию, всю вредную химию из ногтя А более подробные рецепты масок и ванночек для ногтей вы можете посмотреть прямо сейчас на нашем сайте Берегите свое здоровье!